Здравствуйте! Представляю вашему вниманию обзор спортивных событий. Сборная России по санному спорту, в состав которой входит прикамская спортсменка Татьяна Иванова, продолжает подготовку к новому сезону. Команда на днях завершила очередной сбор. Он прошел в Сочи. Тренировочный процесс Иванова прокомментировала в интервью порталу «Весь спорт». На трассе в Сочи, кстати, этой зимой она завоевала серебро в командной эстафете. Мы активно готовимся к сезону. Уже прошли три сбора. В Кисловодске, Сочи и Парамонова. График тренировок очень плотный. Пока в основном занимались общей физической подготовкой. Хотя в Сочи потренировались на Олимпийской трассе. Катались и на обычной трассе, но на бетонном покрытии, на роликовых санях. Добавлю, что в этом году чемпионат Европы по санному спорту пройдет в Сочи, а мировой форум саночников состоится в Сигулде. К другим темам. Амкар буквально через четверть часа вступит в бой с футбольным клубом Уфа. Кстати, те, кто живет неподалеку от стадиона, еще вполне могут успеть к стартовому свистку. На «Звезде» уже все готово к началу матча второго тура чемпионата страны. В первом туре, напомню, красно-черные уступили на выезде Терику 0-4. Уфимцы, впрочем, также лавров не снискали. Они проиграли Кубани 0-2. На недавней тренировке, которая была открыта для болельщиков и прессы, наставник заявил, что команде необходимо некоторое время, чтобы адаптироваться к новой схеме игры. А также сообщил, что Амкар нуждается в усилении. Сейчас рассматривается четыре кандидата. «Нападающие, один крайний и два в центральной зоне полузащитника. И надеюсь, что в этой неделе уже узнаем». «Есть молодые, которые могут, но у них не хватает опыта. А у наших старых, которые уже играют долго, не хватает много силы еще за 90 минут. Но посмотрю, я думаю, как сделать этот амалгам между молодыми и старыми». Молодежные команды Перми и Уфы сыграли днем ранее. Пермики первыми пропустили, но в итоге оказались сильнее 3-1. Отличились Урхов, Камиш и Голдобин. Это вторая победа подряд. В Грозном амкаровские резервисты также добились победы 2-0. Напомню, к руководству молодежкой вернулся Константин Парамонов. «В перерыве пришлось дать новую установку на второй тайм, уже более на повышенных тонах и немножко другую. И это дало свой результат. Ребята вышли, ребята все-таки перебороли себя, вышли, показали более-менее уже хорошее движение, желание и достигли победы». Далее хоккей. Молод Приками провел первый контрольный матч в ходе нынешнего межсезонья. В Нижнем Тагиле пермики встретились с местным спутником и выиграли 4-3. Сергей Явин, находящийся на просмотре, записал на свой счет две шайбы. По разу отличились Руслан Карлин и Денис Кулик. И в завершении о конном спорте. Прикамские спортсмены вновь завоевывают награды. В Ханты-Мансийске стартовали всероссийские юношеские соревнования по конкуру. В копилке нашей команды уже есть медаль. Ее принесла Екатерина Кулешова. Она заняла первое место, опередив более полусотни соперников. На этом турнире за призовые места борются еще 16 спортсменов от нашего региона. На этом у меня все. Ждем развития спортивных событий.